добрый день дорогие друзья сегодня в эфире очередная передача женская гостина и я ведущая программы Анастасия Кущинская и у меня сегодня в гостях замечательная потрясающая женщина девушка очень красивая удивительная Виталина Скворцова-Охриская Виталина прежде всего жена и мама двух сыночков но она нам сейчас расскажет и про деток и про свою семью я думаю потому что у нас очень сегодня интересная тема мы поговорим о том как научиться слушать себя и строить свою жизнь опираясь на внутренние ценности и желания и еще пару слов я хотела бы сказать о Вите Вита не просто жена и мама потому что конечно это замечательная самая но она очень реализованная женщина поскольку у нас программа она для женщины о женщинах и о женщинах успешных и Вита она консультирующий психотерапевт преподаватель международной школе психотерапии и ведет группу консультирования ведет группу гармония и она автор блога очень интересную потрясающую и Далина пишет я всем советую посетить ее влог посмотреть ее статьи нас на веб-стайте у вид .ру мы постили ссылку на наши в нашей группе и в вконтакте и в фейсбуке поэтому вы можете ее посмотреть а любита ты меня слышишь да Настя я очень рада сегодня быть здесь и когда мы начинали я чувствовала волнение а сейчас я чувствую такую некоторую неловкость и смущение ты столько хороших слов сказала в мой адрес и не знаю столько комплиментов что вот я сейчас смущаюсь совершенно не смущайся потому что это все правда и мы всегда всегда скромничаем когда про нас говорят абсолютно я просто зачитала то что на веб-сайте написано так что сама даже ничего не придумала вот еще раз здравствуй спасибо тебе огромное что ты присоединилась к нам и мне хотелось бы прежде всего ну может быть ты несколько слов сама себе расскажешь да потому что я знаю что ты по первому образованию вообще ни разу не психотерапевт и как-то какие-то какой-то свои несколько вещей ладно если говорить про мою какую-то историю то то что есть сейчас сейчас я действительно жена сейчас я действительно мама двух замечательных мальчиков прохора и серафима одному из которых будет 2 второму 4 у меня у меня есть терапевтический прием я преподаю замечательной международной школе в санкт-петербурге учу людей в консультировании психотерапии и действительно правда в том что это та жизнь в которой я пришла скажем так потому что когда-то мне удалось совершить такой переход из той жизни в которой было все замечательно успешно благополучно со стороны но которую я не чувствовала своей в ту жизнь с которой сейчас я чувствую такую глубокую внутреннюю связь сейчас несмотря на то что бы ни происходило в моей жизни я не могу сказать что вот все прямо всегда гладко и замечательно да жизнь она и жизнь и всякие события в ней происходят но она отличается тем что я абсолютно чувствую с ней свою связь и могу сказать так что да вот это моя жизнь я ее живу я делаю на этом акцент потому что так действительно было не всегда и когда-то я столкнулась с тем мне было ну около 25 лет я столкнулась с тем что я реализовала все то что мне говорили приносит счастье но его почему-то внутри я не чувствую я получила высшее образование у меня магистрская степень по экономике я устроилась в компании достаточно успешно начала там работать зарабатывать деньги купила квартиру у меня клумбуши я ездила выпуска за границу ну то есть все то как мне казалось а ты и путаешь внешнего успеха да они все присутствовали в твоей жизни да все то что мне говорили приносит счастье на поверху счастье мне не приносило и создавало такое очень большое напряжение внутри и конфликт потому что как бы всю жизнь в небе говорила о том что я должна быть счастлива а внутри меня ну такая пустота что не назревала и я очень долго от нее скрывалась мне не хотелось в это верить находились в разные способы развлечения поездки забивание своего ежедневника кучи дел в какой-то беготни для того чтобы не останавливаться и с этим с собой не встречаться представь себе я хотела добавить несколько слов я сегодня открываю свою почту и я подписана на рассылку Ольги Валяевой ну ты наверняка знаешь кто она такая психолог такой с женской тематикой тоже очень красивая умная женщина мама троих детей и ее сегодняшняя статья рассказывает о том какая главная встреча в жизни каждой женщины должна произойти меня просто это принесло как вселенная мне присылает сигналы потому что это просто настолько пересекается с темой нашего сегодняшнего разговора и вот что Ольга пишет главная встреча которая должна случиться в жизни женщины это встреча с самой собой и меня настолько это воодушевило и я думаю что как же замечательно что мы как раз хотели об этом поговорить ну и здесь очень важная обсуждается тема того что женщина это должна сделать до замужества знаешь что ты например очень рада замуж вышла вообще фактически не восемнадцать чуть ли не восемнадцать лет и вы уже с твоим мужем уже очень давно для такой молодой прекрасной девушки в общем срок наверное уже очень-очень приличный совместной жизни удивительно да потому что сложно себе представить хочется спросить ты что в школе замуж вышла нет я знаю что нет я тебя уже давно уже много лет знаю вот и еще вот ну Ольге как бы позиция именно замужества но я знаю что тебе твой муж очень помогал именно в поиске себя и давай как-то эту тему будем развернуть как я тебе хочу помочь давай давай смотри мне кажется что важным здесь для меня определяющим является ну вот то что женщина должна да встретиться с собой без замужества и здесь мы сталкиваемся с тем что она уже кому-то что-то должна да и та женщина которая это читает будучи в браке да например она может подумать что в общем-то ей уже поздняк метат это тоже напрягло потому что я считаю что мне мой муж тоже очень сильно помог и это человек который в общем-то раскрыл мне себя я ему безумно благодарна и я не думаю что да действительно что что кто-то кому-то должен но это всегда очень сложный вопрос именно путь самой себе потому что очень многие люди они не находят этого пути и они какие-то подводя итоги своей жизни оказываются у черты того что они не были счастливы и не реализовались с должным образом и это очень очень важно на мой взгляд мне кажется две вещи первое про вот эти вот должны да это такая штука которая как раз способствует тому чтобы мы шли не к себе а от себя да потому что если я ориентируюсь на то что я должен кому-то кто-то вот сказал да что я должен тогда у меня как будто бы меньше возможности прислушиваться как это для меня да потому что ты прислушиваешься к себе и думаешь слушайте а мне муж вообще помогут здорово да и наши с ним отношения позволили мне как-то себя по-другому увидеть да его глазами делать какие-то шаги это была поддержка для меня и так далее и твой опыт говорит о другом да и мой опыт говорит о чем-то и опыт каждый из нас говорит о чем-то разным и мне кажется когда мы что-то читаем с чем-то встречаемся очень важно задавать себе эти вопросы и не стыдиться того что мы услышим понимаешь потому что очень много звучит научить и слушать себя ي одредningen да вот это всегда всегда удивляет а что это значит ну вот такие ну что это значит это значит что я читаю статьи например и в ней мне попадает и что я должна была найти себя до встречи со своим мужем мне восемнадцать вообще было я была в глубочайшем кризисе когда мы встретились и более того эти отношения они способствует, ну, как-то, я не знаю, мы росли вместе, это продолжается, да, и если я, ну, читаю что-то такое, я думаю, что у меня уже изначально все пошло не так, я могу так подумать, со мной что-то не в порядке, и мне надо что-то срочно с этим сделать, хотя на самом деле это не так. Я совершенно согласна, и вот мне даже было интересно узнать твое мнение, а вообще, как бы, вот этот постулат, потому что у Ольги Валяевой, как раз, он очень часто звучит, что мы, женщина должна выйти замуж, а должна ли женщина обязательно выйти замуж, и вообще ну, насколько этот атрибут необходим, хотя я абсолютно не поддерживаю там феминистическую позицию. Я понимаю тебя, Даня. Да, и что ты по этому поводу думаешь? Ты знаешь, я по этому поводу думаю следующее, что вот, например, я не знаю, должна ли каждая женщина выходить замуж или нет, да, ну, действительно, это неизвестно, я не знаю всех женщин, лично, я не знаю, как, а, например, Ольга Валяева знает, что все женщины должны выходить замуж, и это отличается не от Ольги. Мне кажется, что каждая женщина должна, вот что она действительно должна, прежде всего, самой себе, это не побояться задать себе этот вопрос, не побояться услышать правду на него, потому что моя психотерапевтическая практика показывает о том, что некоторые женщины приходят с тем, что вот у меня нет отношений, я хочу замуж, я хочу замуж. А последующая работа, обращение к себе показывает, что я не хочу замуж. Просто мне всю жизнь твердили, что это сделать у меня счастливой, это нужно, если я этого не сделаю, я бракованная, я какая-то не такая. Но если я повернусь к себе, если я признаюсь себе, если я приму себя в этом, что я, ну вот как-то так, мне не хочется тебя, то может быть что-то изменится, может быть как только я допущу эту правду внутри себя, может быть сразу же что-то изменится, может быть во мне появится место для чего-то, понимаешь? Поэтому я не могу ответить, ты, Настя, должна быть замужем или нет. Должна, да? Я совершенно с тобой согласна и разделяю тоже эту позицию. И особенно для меня это очень важно понимать, потому что у меня две дочери, и я всегда стремилась в воспитании своих дочерей придерживаться принципа не навредить, самое главное, потому что у нас же эти психологу какие-то ментальные конструкции, которые на самом деле являются моими пожеланиями, моими стремлениями, а не их собственными. И я, например, очень большой прессинг испытывала от своей мамы, которая мне говорила, что вот ты им там как-то что-то так слишком много свободы даешь, или ты слишком их настраиваешь на какие-то такие постулаты, которые не являются истинными. Но и для меня это был очень сложный период. У меня взрослые уже девочки, 1,21-2,19 лет. И поэтому для меня очень важно именно, чтобы они нашли себя. Я все время стараюсь помочь им именно в поиске себя, а не в том, чтобы как я реализовалась. Конечно, у меня есть видение определенное. Ожидание определенное, что уж там. Я стараюсь всегда избавляться от ожиданий, потому что мне очень помогает. Мне вот очень понравилась цитата на твоем веб-сайте. Мне неинтересно, чем ты зарабатываешь на жизни. Я хочу знать, к чему ты страстно стремишься. Я смеюся встретить желание своего сердца. Мне кажется, это вот то, к чему мы как раз, то, чего мы должны делать. Вот это слово смелость, мужество, устойчивость, это на самом деле все то, что необходимо, если ты хочешь слышать себя, быть собой, следовать за собой. Потому что, следуя за собой, следуя за тем, что ты слышишь, ты опираешься на что-то только внутри себя. Что-то невидимое, порой иррациональное, только твое. И это рождает, безусловно, страх, тревогу, беспокойство какое-то. И есть такое большое желание от этой тревоги избавиться, от этого страха избавиться. Сидеть там и не дергаться, а лучше делать так, как кто-то сказал. Ольга Валяева, например. Но если ты хочешь жить свою жизнь и быть по-настоящему взрослым, я имею в виду взрослым не внешне, а взрослым внутренне, то нужно обладать определенную устойчивость к этой тревоге, к этому страху. Осмелишься ли ты? Нет никаких гарантий. Да, я думаю, что ты встречала достаточное количество людей в своей практике, которые там по возрасту 35-40 лет, а они внутри совершенно не взрослые. Я на своем собственном примере могу сказать, что я себя взрослой, реально взрослой, ощутила лет в 36, если не позже. Я вдруг осознала, что да, вот я теперь стала взрослой, а до этого я еще не была достаточно взрослым человеком. Да, да. Вот, и поэтому, конечно, расскажи о своем пути понимания себя. Вот в 25 лет ты себя осознала, что ты несчастлива. Что же дальше произошло? Дальше я просто дотянула до такой степени, что интенсивность вот этого несовпадения, того, что я чувствовала внутри, того, что во мне меня, она меня как-то так сподвигла делать редкие движения какие-то. Да, я уволилась с работы, я там ушла из офиса, а так все, я ничего не слышала, все, вот я хочу там заниматься тем, чем хочу. Я встретилась с кризисом большим, потому что мне казалось, что меня сдерживают какие-то внешние барьеры, вот мне хочется писать, но я не пишу, потому что я работаю в офисе, потому что я то, потому что я все. Когда я уволилась и нигде, ну как-то я освободила себе время, оказалось, что свободы больше не стало. Уже впоследствии выяснилось, что вот эти вот все барьеры, они живут внутри меня. Не знаешь, что нельзя писать, или ты плохо это делаешь, или у тебя не получится, это все, что звучит внутри меня на самом деле. Да, как ты говоришь, на ментальной установке, или еще что-то. Вот. И когда я ушла, было очень мало опор, я еще не умела опираться на себя, и я искала какие-то внешние опоры. И вот хорошо легла такая история про, ну какие-то вот такие знания, они сейчас достаточно популярны, да, про ведическое, логическое женщины, вот что тебе принесет счастье. Карьера, там какая-то реализация, деньги, стремление, это все не приносит женщине счастье, сказали эти ведические мудрецы. Женщине приносит счастье, если она замужем, рожает детей, носит для меня. И, в общем, другой список требований мне предоставили. И в этом был какой-то ресурс определенный, потому что я обнаружила себе другую часть, мягкой, женственной, да, и какое-то время на этой волне действительно что-то стало происходить в отношениях, просто потому что я позволила этому появиться, скажем так, да. Но потом случилась точно такая же история. То есть очередной кризис, да, наступил? Очередное разочарование, я бы сказала, потому что когда ты пытаешься подогнать тебя под что-то внешнее, да, соответствовать чему-то, даже самому неправильному, ты лишаешь себя опять такой способности спрашивать, а как это для тебя? Да, тебе говорят, что женственность это длинная дубка и растущенные волосы. А какая твоя женственность? Может она, я не знаю, какая-то смешная или нелепая, или, не знаю, моя женственность в тяжелых ботинках, например. Да, я такая блондинка с голубыми глазами, но у меня обувь такая устойчивая на толстые подошли. Но у меня нет этого возможности узнать, пока я ориентируюсь на что-то вовне. И я недавно обсуждала это с моей близкой подругой, она тоже психотерапевт, она сейчас учится, и она говорит, что такая ориентация на внешнюю какую-то систему, она лишает нас такого основного, не знаю, жизни, спонтанности, понимаешь? Вот ты лишаешь себя спонтанности, ты уже не можешь прийти в ресторан решить, что тебе хочется, потому что у тебя голова забита, что можно, что нельзя, что с чем переваривается, что сколько можно есть. И это только про еду. А у тебя такой же свод законов, про отношения, как вести себя с мужиком. И вот это все, ты опять, получается, уходишь от себя. Ты опять пытаешься из себя делать что-то. Ну а как же нам, то есть законы нам на самом деле помогают жить, да, и это очень важно. Когда мы знаем правила, то нам гораздо легче ориентироваться, и мы, возможно, потому что мы без правил-то как жить, мы же не знаем. И получается, как же найти вот именно вот эту золотую середину, чтобы с одной стороны соблюдать правила и не навредить себе, вот, и в то время не стать роботом, тупо исполняющим какой-то набор определенных установок, да, не быть запрограммированным человеком. Вот как вот найти вот этот баланс? Мне кажется, что этот баланс находится внутри каждого изна, потому что есть какое-то такое предположение, мне кажется, оно из детства идет, о том, что вот если ты будешь делать то, что тебе хочется, то все, анархия. Если вот только как-то отпустить себя, дать тебе волю, то все, ты будешь есть там одно сладкое, не знаю, там, у тебя будет сотня мужчин, и в общем, какие-то такие страшные деструктивные вещи. На самом деле я верю в обратное, я верю в то, что вот какая-то мудрость, баланс, душа, все это есть внутри нас. Просто в силу разного опыта доступ к этому теряется, да, и мы не можем с этим взаимодействовать, с этой своей глубиной какой-то. Поэтому, мне кажется, это баланс внутри меня. Я знаю, да, что нельзя есть на ночь сладкого, что мне там, я все это знаю, все это мне помогает действительно, да, я там, я мое мясо, пью кока-колу, в общем, какие-то такие вещи, которые губят мое здоровье. Но в то же время это не должно меня лишать такой возможности, если мне вдруг захочет. Понимаешь, что-то мы делаем рационально, да, опираясь на знания, но очень много мы должны делать для себя, опираясь не на то, что у нас было, а на то, что мы чувствуем. Потому что чувства, они такой же равноправный участник процесса, как и все остальное. Должна присутствовать осознанность прежде всего, да? Я знаю, ну, это вот как, например, поскольку занимаюсь очень плотно вопросами питания, например, да, и аюрведой. Я для себя, когда стала заниматься аюрведой, я, например, категорическую формулу вегетарианства отменила. И я даже очень, у меня есть клиенты, которым я советую, может быть, употреблять какие-то мясные продукты, хотя я сама их не ем, да, но, например, я понимаю, потому что нельзя утверждать категорично, что кому-то это подходит, а кому-то нет. И опять же, да, здесь же вопрос с той же самой кока-колой или майонезом. Ты должен понимать последствия, ты себе позволяешь... Это выбор, да, это выбор, который не своя цена. Готов ли ты ее заплатить? А может, готов, например. Ну, почему нет? Есть ли какие-то приемы такие, вот, чтобы помочь себе прийти к этой осознанности, потому что люди, поскольку вот мы уже говорили об этом, там до 35 лет, я вот в Америке живу, здесь это вообще сплошь и рядом. Здесь 40-летние дети, которые живут еще с родителями и вообще не понимают, они не знают, что они любят, они не знают, что они хотят, они не понимают, как в этом жить. Какие есть приемы для того, чтобы прийти к себе? Ведь это на самом деле важно не только для женщин, так и для мужчин. Ну, вообще это такая проблема, которая всем нужна. Да, знаешь, достаточно распространенный вопрос, на самом деле, который я слышу, потому что я как-то постоянно говорю людям о том и пишу постоянно о том, ориентируя людей внутрь себя, да, как это для тебя, как это для тебя. И такой вопрос звучит, как научиться себя слышать. И мне вспоминает анекдот, который когда-то мне рассказала моя психотерапевт, который я с таким запросом когда-то обратилась, уткнувшись как раз в то, что я ориентируюсь не на то, как это для меня. И она мне сказала такой анекдот о том, что монах в монастыре приходит к служителю и говорит, слушайте, святой отец, у меня проблема, мне нужен ваш совет. Он говорит, ну, поговори. Он говорит, ну, вот у меня такая проблема, я молюсь внимательно, что он мне делает? Он ему отвечает, молюсь внимательно. Вот. Поэтому на вопрос, что мне делать, чтобы слушать себя, мне хочется ответить, слушайте себя. Но, ты понимаешь, такая история многосоставная, потому что первый вопрос это, чтобы мне научиться слушать себя, да? Что мне может помочь? Я могу сказать со стопроцентной вероятностью, что если вы не чувствуете своего тела, если вы лежите с закрытыми глазами, не можете представить, не можете почувствовать кончики своих пальцев, да, не можете почувствовать свои коленки или там, не знаю, живот, не пошевелить ими, если вы как-то вот себя не чувствуете, то слушать себя уже сложнее. И если мы заговорили про современную культуру и про какой-то вот такой, что в социуме можно адресовать, так это то, что сейчас люди зачастую не живут ниже своей головы. То есть все процессы происходят в голове, да? Я думаю, я спрашиваю свою клиентку, что вы чувствуете? Она говорит, я думаю, что я чувствую обиду. Я ее на самом деле не чувствую. Я предполагаю, что поскольку меня обидел, да, сказал мне плохое слово, я должна чувствовать обиду. Но у меня нет контакта со своим телом. Поэтому, не знаю, если поговорить о каких-то рекомендациях, мне на самом деле очень здорово йога мне помогла, да? Йога не как возможность вот тоже строиться в какую-то систему, да, делать там что-то, а как возможность полтора часа слушая свое дыхание, да, прислушиваясь к тому, когда я тянусь там вперед, что происходит со своей спиной, животом, как это внутри меня, что просто такой контакт со своим телом. Вот ты говоришь о сознании, да? Что такое осознанность? Все говорят, надо осознанность, надо осознанность. Ну вот первый шаг к тому, чтобы осознавать, что с тобой происходит, это понимать, что происходит в своем теле. Если я хочу научиться слышать свое сердце, а очень просто, вы закройте глаза, сядьте спокойно и послушайте. Вы слышите, как бьется ваше сердце? Да, это очень важно, я согласна. Если я не чувствую, да, того, что со мной происходит, то это уже и вот такими маленькими шагами, это один из шагов, например. Я совершенно с тобой согласна, потому что если мы с тела начнем, то мы гораздо очень многие вещи придем. То есть это для этого не обязательно, там, не знаю, выглядеть как супермодель, да. Я совсем не об этом. Я понимаю, я просто поясняю нашим слушателям, потому что я с тобой настолько согласна, мне настолько это откликается, опять же, опираясь на свой собственный опыт, потому что я в свое время занималась вопросами, как там похудеть, как постройнеть, и я не понимала, почему я все время там хочу съесть больше. И у меня, например, не было чувства насыщения, я не понимала, когда оно наступает. То есть раз, и уже я объелась. И только вот в этот какой-то момент, это был очень долгий путь, несколько лет он занял, с момента вот, когда я поняла, что что-то не так, и до того момента, когда я поняла, что я могу, в общем, отследить. Действительно, мое тело мне подсказывает, и то, что в нашем теле очень много всего сосредоточено, и что нужно обязательно с физического тела начинать. Меня, собственно, это привело в Иурведу, потому что я думаю, что если я людям могу помочь заняться телом, то тогда они просто станут счастливее, естественно, потому что они станут здоровее, у них появится больше энергии, они научатся следить за собой, и вот эта физика, она, конечно, очень важна. И, конечно, такие техники, как пранаяма, это дыхательные практики, йога, медитация, это не пустой звук вообще, потому что, с одной стороны, сейчас это, может быть, в какую-то крайность пересекает, поскольку, если мы откроем интернет, да, то там, в каждом сайте, там, течет, занимайтесь йогой, занимайтесь медитацией, занимайтесь мединая ямой, и люди думают, что это бодное течение, да, там, как там, ну, там, пить зеленые коктейли, но здесь совершенно другой смысл заложен, и мне очень хотелось бы именно до наших слушателей донести то, чтобы они понимали, это не пустой звук, и это очень важные вещи, которые дают возможность найти именно путь к себе. Абсолютно согласно, более того, человек, неделимое существо, нас нельзя разделить на психику и физику, да, это все взаимосвязно, если я обращаюсь к чему-то одного, это непременно подтянет для собой другое, и то, насколько я буду готова пойти себе навстречу, помочь себе, да, услышать то, что мне будет подсказывать мое тело, что-то внутри меня, это вот, как бы, этот путь, шаг за шагом и идет, скажем так. Я еще хотела сказать про йогу, у меня тоже был такой опыт, когда я стала заниматься, и в какой-то момент я перестала, как-то мне стало там тесно, и я не могла понять причину. И я поняла, что существует, не знаю, вот в той йоге, с которой я сталкивалась, ее существует два направления, да, первое, это ты для йоги, то есть есть какая-то йога, она такая очень крутая, очень древняя, и есть ты, который пришел ей заниматься, ей там, например, твоя триканасана там какая-то не такая, тебе надо стараться сделать такую, твоя собака мордой вниз, недостаточно собака мордой вниз, и ты вот как-то в это вписываешься, стараешься себя под эту йогу как-то там вот втиснуть, да, и получается, что это опять что-то, куда ты пытаешься себя поместить. Есть и другая йога, на которую я, к счастью, попала у себя в Петербурге, йога про то, так как и для вам, да, вот вы сейчас, вы в контакте с вашим телом, что хочется, что просится, да, как, и тогда я понимаю, что это йога для меня, да, эта йога призвана помочь мне как-то вот собраться именно, почувствовать свою целостность, научиться воспринимать то, что вокруг не только головой, да, а что думает мой живот об этом, да, а как вот, и мне кажется, что это тоже важно людям услышать, чтобы они использовали вот эти вот все йоги, не знаю, что угодно, как инструмент в помощи себе, а не наоборот, психотерапия для меня или я для психотерапии, знаешь, йога для меня или я для йоги, чтобы они как-то, ну, больше на себя ориентировались. Да, это, безусловно, очень важно. А скажи, пожалуйста, вообще, вот как ты считаешь, психотерапия, вот мы, ну, психотерапия даже, я думаю, что многие люди вообще боятся этого слова, да, потому что им сразу кажется, что это что-то такое, что ты уже тебя признают неадекватным. Я не психотерапия, зачем мне психотерапия, что говорят мне многие мои знакомы. А вот у меня, наверное, тоже было в свое время такое представление, а потом я поняла, что, в общем-то, человек, у которого на внешнем уровне, да и даже, может быть, на внутреннем уровне, все в порядке, нужна порой бывает именно психотерапия, помощь психолога. Вот как ты к этому относишься? Я думаю, что ты как человек, работающий в этой технике, да, ты, у тебя есть мнение по этому поводу. Да, ну, есть мнение, и, знаешь, я просто хочу начать с того, что, как существует, как говорит одна моя знакомая, и жук, и жаба сейчас занимаются там йогой, медитацией, собирают какие-то группы, и во всем этом есть очень, попадаются очень хорошие люди, здравые какие-то решения. Точно так же сейчас очень большое направление психологов, психотерапевтов и коучей. Сейчас, опять же, да, это тоже какое-то такое, не знаю, засилье, что ли. Поэтому, когда мне люди говорят, я не люблю психотерапевтов, я говорю, я сама не люблю. Ну, потому что это тоже очень большое направление, очень много людей и очень много, кто вам что предлагает. Да? И я очень хорошо отношусь к психотерапии, к той психотерапии, которая помогает вам двигаться к себе. И психотерапевт в этом случае выступает таким проводником, да? Вы с ним вместе обращаетесь к тому, с какой сложностью вы встретились, с какой сложностью я встретилась, да, я пришла к психотерапевту, что меня беспокоит, чего я хочу, каких я ожидаю результатов и так далее. То есть это такой шаг за шагом, постоянная сверка моя с моим клиентом, куда мы двигаемся, чего хочется ему, да, какие ожидания, с чем он встречается. И я крайне негативно отношусь к психотерапевтам, которые дают советы, что делают люди, да? Вот у меня муж рукавовик, двое детей вместе с ним разводились. Разводитесь, конечно. Скажет какой-нибудь психотерапевт. Я категорически против этого, потому что я не знаю, что лучше для другого человека. Я абсолютно убеждена, что то, что лучше для каждого, известно только каждому. Просто иногда эта правда, я повторюсь, она скрыта где-то внутри, какие-то травмы, какие-то штампы, какие-то установки не дают человеку с этой правдой сеть. И моя задача помочь им встретиться с собой, со своей собственной правдой. И в этом смысле, чтобы прийти ко мне на прием, вообще не надо быть психом. А лучше этого не дожидать. Да, вот именно я хотела как раз сказать, что очень важно не запустить проблемы, потому что потом тебе будет сложнее, и человеку, который тебе помогает, и, в общем-то, женщины вообще не склонны использовать бытовую психотерапию, потому что даже вот наш разговор там с подругой, да, ты, знаешь, бывает, может быть, по сути, не всегда верным, да, но тем не менее, это же тоже тип психотерапии, ты согласна с этим? Нет, я с этим тоже категорически не согласна. Нет, потому что, смотри, то, что разговор с подругой приносит облегчение и пользу, я абсолютно согласна, потому что отношения это то, что нас исцеляет. Отношения, любые отношения, не любые, нет, поддерживающие здоровые отношения с подругой, близкими, далекими, в интернете, где угодно, это то, что нам может помочь. Но психотерапия это другое, потому что это особые отношения, это особые отношения, это такие отношения, в которых другой человек настроен на то, чтобы, ну, знаешь, как говорят про безусловную любовь и безусловное принятие, вот я настраиваюсь услышать человека и понять его, понимаешь, полностью, чтобы он мне не рассказывал, неважно понять, что с ним происходит и как это для него, даже если он мне рассказывает, как он бьет своего ребенка, понимаешь, это такой этический парадокс. Мне в этот момент, я очень плохо отношу с детям, которые бьют своих детей в своей жизни, да, там, где я мама, жена, но если ко мне приходит такой человек, моя задача максимально, ну, как-то помочь ему, понять, что с ним происходит, вот с чем он встречается, и как я могу ему помочь с ним ко мне утащить. Понимаешь, поэтому психотерапия, она, это все-таки другое, это такой вот особый вид отношений, в который попадают люди и получают, ну, такое вот принятие. И на фоне этого принятия происходит изменение, скажем так. То есть очень важно именно свое личностное, да, свое личностное отношение отключить в этот момент, именно вот это и есть лечебные, да, свойства психотерапии. То есть ты свое личное отношение не транслируешь на своего пациента. Если я вижу, что это ему может быть полезно, или если он меня спрашивает, Сталина, а как вы вообще относитесь к людям, которые бьют своих детей? Я ему скажу, вы знаете, я, ну, как-то не к людям, а к таким поступкам очень плохо отношусь. Но я также понимаю, что люди, которые это делают, у них тоже есть какая-то своя личная история, свой багаж, у меня есть возможность разделить поступок от человека, да. Я не могу отключиться, почему я не могу консультировать друзей, близких, родственников, потому что там я не могу отключиться, там я очень эмоционально, ну, привязана, да, у меня уже есть отношения, есть к чему. А здесь мне в какой-то степени надо уметь не зависеть от своего отношения, а попытаться пойти дальше. Она никуда не денется. Но если я не удастся, удерживая его, пойти дальше, то тогда я смогу быть полезно человеку. Да, я понимаю, о чем ты. Скажи, пожалуйста, вот у меня еще один вопрос в процессе нашей беседы созрел. Ты несколько раз говорила о травмах, да, и я бы хотела вот этот вопрос тоже осветить. Травмы мы получаем как и во взрослой жизни, да, но очень часто то поведение, которое мы транслируем во внешний мир, оно связано, наверное, с травматичностью детства. Потому что я сейчас, мне очень много сейчас литературы попадает именно по травмам детским, о том, что когда наши родители нам не желая того, они тем не менее чинили какое-то зло, да, или какие-то нас травмировали. Как вот с этим быть? Потому что очень многие люди, они не осознают. Я вчера вот, например, с подругой встречалась, и она мне как раз рассказывала историю про нашу общую знакомую, которая недовольна своим ребенком, но в итоге мы в обсуждении поняли, что она на самом деле недовольна-то собой, а не не ребенком. Но тем самым она просит травм к своему ребенку, и ребенка подает определенная концепция поведения, вот что с ним делать. Потому что мы все все равно так или иначе живем с этими детскими травмами. Да, да. И мы все живем с этими ранами, и, ну, тоже вот, я сегодня капитан очевидности, мне хочется сказать, лечить ран. Понимаешь? Я не знаю другого пути, Натя. Я не знаю другого пути, кроме того, как, понимая, что я как-то не очень адекватно реагирую, да, обратиться к себе и спросить, а что со мной сейчас происходит? Ну, хорошо, мой ребенок расплавился, да, там, я не знаю, хотел игру, что я не могу ее купить, он плачет, почему во мне такое бешенство, почему мне хочется его сейчас схватить и об стену, например, кинуть, да, или почему? Что происходит? Очень большой соблазнен сказать, что у меня ребенок не такой, да, все дети как дети, а у меня не такой. Но если я буду до конца честная с тобой, я повернусь к себе и вижу, что это мои собственные раны во мне говорят, да, это говорит во мне то, что когда-то меня никто не принимал со своими слезами, я не знаю, как это, и мне не выносимо в это. И нет другого пути, кроме как повернуться к этому ребенку внутри себя и как-то помогать ему. И опять же психотерапия, она как раз тому и служит, понимаешь, чтобы мы, как вот твоя знакомая, из поколения в поколение не передавали одни и те же деструктивные сценарии какие-то, да, деструктивные модели поведения, а останавливались и как-то помогали себе. И это тоже про отношения с тобой, понимаешь, сказать, да клевать, все он живут с раны, не я буду жить. Или повернуться к себе и спросить, а что болит, а как тебе с этим, а как можно помочь. И я, вот мой опыт материнства говорит о том, что родит ребенка первого, родит ребенка второго, и по мере взрослений я прохожу через то, что было когда-то со мной. И мне иногда очень непросто. И мне иногда очень непросто отделить мое от не моего, да, от того, что со мной происходит из-за того, что мой ребенок капризничает, да, например, и не думать, о, какой у меня капризный ребенок, о, господи, сколько можно несчастная я такая. И на самом деле я не знаю, как ходить у других женщин, я когда родила ребенка, я ходила на групповую терапию, на личную терапию, на телесную терапию, на йогу, на вот куда угодно. Мне очень хотелось как-то помочь себе и своему материнству для того, чтобы, ну, как-то радоваться, не переносить, а помогать себе, не запихивать еще глубже себя, а как-то проживать в этом. Ну, вот такой опыт у меня был. Это, ну, я тебя прекрасно понимаю, опять же, потому что я сама мама, да, и с тремя, с тремя даже детьми тоже разные, разные опыты, дети все разные. Да. К тебе приходят такие разные существа, которые вроде у них же родители, они совершенно, я читала тоже статью, замечательный опыт, там, мамы с четырьмя детьми, которая говорит о том, что они вообще все и четыре разные, совершенно друг с другом не похожи, и темперамент разный. И вот у нас уже потихонечку время наше истекает, и мне хотелось бы от тебя услышать какие-то универсальные, наверное, советы, я вообще не знаю, применимо ли в данном случае слово универсальные, хотя, может быть, это действительно может звучать как универсальные. Что же нам делать? Вот с чего начать? Как нам быть? Потому что, чтобы каждый человек мог найти путь к себе, должен ли он пойти к психотерапевту, должен ли он что-то еще сделать, не знаю, не должен, но как бы как... Я понимаю, да, да, как только, как, ну, если перефразировать, если я, например, решу изменить как-то свою жизнь и свое отношение к себе, да, если мне больше хочется ориентироваться на себя, как-то помогать тебе, поддерживать, ну, что мне делать, да, что, что, какие у меня есть средства, возможности, что мне делать. И, ты знаешь, мне вот две вещи про детей хочется добавить и про их разность, да, и это тоже такая важная тема про то, что дети учат нас эту разность принимать, да, во мне, вот у меня все дети разные, я вообще другая. И я учусь принимать, давать им возможность быть такими, какие они есть, да, и принимать их разность. Не пытаться их исправить. Ну, хорошо, один у меня, не знаю, сердитель вечный, другой у меня такой, там, третий такой. Я пытаюсь это принимать. И вот это очень здорово, потому что это позволит мне, может быть, и свою разность принимать внутри себя. Что я бываю, такой же усталый, бываю раздражительный, бываю злой, бываю добрый, бываю капризный, бываю депрессией, бываю ранний. И вот если говорить про какой-то первый шаг, мне хочется посоветовать нашим слушателям сегодня, просто наблюдать, как они относятся к себе, что внутри у них происходит, в каких-то бытовых вещах, я не знаю, у меня было такое открытие, как я к себя отношусь, мне казалось, что я как-то очень поддерживающе к себя отношусь, и тут как-то такой день, знаешь, я одна, муж в командировке, двое детей, какая-то еще работа, и вот, в общем, вот такая вот бегание, ну, реально, с теми утра, там, до десяти вечера, ты постоянно что-то подтираешь, куда-то кого-то одеваешь, ведешь, кормишь, идешь, по телефону разговариваешь, и вот я в конце дня себе положила, ответил себе, что чуть-чуть просто, все же ехал, и думаю, ну, при себя, сладкое и жирное на ночь, вообще-то это вредно, лучше бы сейчас зеленый коктейль выпить, и, а потом думаю, стоп, а что я делаю, а зачем я это говорю сама себе, почему я могу сказать тебе, Виталин, слушай, ты вот реально сегодня пахала, как лошадь свою, ну, хочется тебе этот торт, ну, скушай, пожалуйста, ради бога, ну, выпейте чай, успокойся, ну, зеленый коктейль, ну, завтра сделаешь, ну, перестань, ну, все хорошо, понимаешь? И совсем по-другому ты съедаешь этот кусок торта, и совсем по-другому ты, вообще все совсем по-другому, просто от того, что выучить внутри себя. И мне хочется сказать всем, что, ребят, слушайте то, что внутри вас звучит, и подумайте, то, что звучит, это те отношения, которых вам бы хотелось, внутри, вне, или есть что-то, что вам хотелось поменять. Если поменять, ну, найдите для этого какую-то возможность, не знаю, найдите психотерапевта, которому вы могли бы доверять, найдите специалисты по питанию, или по аюрведе, если вам кажется, что ваш путь через тело, например, и вы пока не готовы к тем делению, к тем, что у вас внутри происходит. Сделайте для себя что-то, что вы любите, что нерационально. Вы пойдите на танцы, например. А что это даст, а я не знаю. Но если вам этого действительно хочется, вы сделаете такой шаг в себе. И вот шаг за шагом, шаг за шагом, к сожалению, у меня нет ни волшебной таблетки, ни волшебных лучей, ни какого-то совета, я не знаю, что лучше для всех. Ну вот, мне хочется каждого к себе повернуть, чтобы после нашего эфира каждый, посмотрел на тебя в зеркало, сказал, ну, привет, ну, как ты, вообще где ты сейчас, да, в каком-то месте, что с тобой происходит. И как-то вот у каждой сам себе же на эти вопросы и ответил. Да, я тебя тоже понимаю очень хорошо, потому что, опять же, та же самая Эрведа помогла мне осознать, что нет универсального совета. Невозможно сказать, что делайте то-то и то-то, и вам будет хорошо, потому что, ну, есть какие-то, конечно, очень-очень-очень-очень вещи, но, к сожалению, всегда нужен индивидуальный подход, это очень важно. И, ты знаешь, вот еще один вопрос у меня возник, может быть, ты уже как сейчас, как мама уже такая с опытом, ты, может быть, мне подскажешь, а как научить детей быть осознанными, потому что вот эти все наши травмы, эти проблемы, невозможность встретиться с себя, нас же никто не научил, да, и мы не знаем, а как помочь тем маленьким существам, которые рядом с нами, ну, и у кого-то маленьким, у кого-то тоже не очень, чтобы они знали, как им тоже встречаться с собой, чтобы их жизнь, ну, может быть, им чем-то облегчить, так сказать, какие советы можно дать именно родителям в помощь, чтобы они научили этому детей? Я очень люблю мамам, это на самом деле такой запрос, да, который тоже часто звучит, и мамы приходят на психотерапию женщины с вопросом, что ладно, уже Бог там со мной, да, уже ладно, все, проехали, 35, жизнь кончена, смирились, но как быть моим ребенком, как мне ему-то помочь жить своей жизнью? И я всегда говорю одну и ту же метафору, о том, когда мы летим в самолете, говорят, что в случае разгоните, да, наденьте сначала кислородную маску на себя, а потом на ребенка, что если вы оденьте на ребенка, вы себя не спасете, и он тоже погибнет. И в этом случае мне тоже хочется сказать, что из-за того, чтобы помочь ребенку быть осознанным, помогите себе. Если ваш ребенок будет видеть, что вы живете, делаете какие-то ошибки, обсуждаете с ним, да, я могу сказать, могу накричать у ребенка, потому что, слушай, ну, извини, я просто завлилась, потому что мы пришли с прогулки, я была голодная, тот и тот и тот, но для того, чтобы мне это сказать, мне надо понимать, что со мной происходит. Не что он, гадкий мальчишка, а что я голодная, злая, устала вообще, и поэтому я накричала. И гормон. Да, и это дает ему возможность подойти ко мне, сказать, мам, слушай, ну, я психанула, знаешь, почему? А ну, вот мы там шли, вот, и вот, и это уже рождает какой-то диалог. И если ребенок видит, что родитель таскается не на каком-то там нелюбимую работу просто потому, что у него нет выхода, с каких-то отношениями деструктивных находится, потому что ему страшно. Если он видит, что родитель выбирает свою жизнь, работает там, где хочет, строит отношения, не борется, рискует, идет, помогает, в общем, как-то живет своей полной жизнью, это прекрасная помощь ему делать то же самое. Здесь нет другого пути. Я не могу не замечать себя, не могу поставить на себе крест и сделать так, чтобы мой ребенок слушал себя. Это невозможно. Он будет так или иначе воспроизводить программу, что я не важен для мира, со мной это уже все ясно, пусть кто-то другой живет. Поэтому, опять же, подходим в зеркало, смотрим в себя в глаза и спрашиваем, как ты вообще? Да, это очень-очень важно. Это очень хорошо, что ты заметила, действительно. Ты знаешь, я задала вопрос, потом думаю, действительно, начни с себя. Но не всегда так просто, да? Иногда мы что-то... Это вообще не просто, Настя, это вообще не просто. Вообще никаких розовых коней, никакое счастье, никакое... Это все не так. Это работает, на самом деле. Но она... Она дает... А как бы победить лень? Вот ты не думала? Вот мы иногда понимаем, что все не так, но у нас нет сил, вот ресурс-то найти. А надо искать. Надо искать. Вот если, опять же, ресурс у каждого слой, да? Если я себе говорю, слушай, вот мне бы очень хотелось изменений, но у меня нет сил, да? А каких изменений бы тебе хотят? Мне бы хотелось от мужа уйти. Ну, а еще что? А еще? И все может, понимаешь, как съесть слона, ты знаешь? По кусочкам. Кусочкам, да? Ты не сможешь слона съесть. И у меня часто такое бывает, боже, как это сделать? Я сама внутри себя люблю за такой маленькой мужчиной, которая мечется и думает, как я это все, мне это все не так. А потом я думаю, ну окей, ладно, давай с ласта начнем по чуть-чуть. И также и про лень, и про ресурс. Если ты начнешь действительно как-то слушать себя, то эта энергия, она начинает внутри себя высвобождать. Как только ты перестанешь через голову все прокручивать, и какие-то шаги прямо к себе начнешь делать, ну, мой опыт показывает, что все равно какие-то появляются импульсы, которые тебе помогают. Вот ты говоришь, вселенная разговаривает, как угодно это можно делать. Ну, какая-то помощь отыскивается, если ты об этой помощи просишь. Я как человек, занимающийся астрологией, я верю в знаки вселенной, для меня это всегда работает. Ты понимаешь, а что же Ольга Валяева, которая у меня тоже неоднозначные отношения, ну, прежде всего, конечно, огромное уважение, потому что я считаю, что она огромную работу ведет, и она очень многим действительно людям помогает. Ну, там прислала вот вдруг статью на ту тему, которую мы с тобой хотели как раз обсудить. Хотя бы, ну, казалось, это что, это как? Это же знак вселенной, безусловно. Вот, поэтому этим нельзя пренебрегать, и это возможность как раз и слушать себя, и возможность реализовываться именно через такие вещи, потому что иногда что-то, ты что-то увидел, раз, щелкнуло, и ты понимаешь, что твой путь к изменениям, он как раз в этот момент и начался. Я как раз хотела сказать, что искусство маленьких шагов никто не отменял, и это, на самом деле, один, наверное, из самых универсальных способов найти самый лучший путь к себе, самый лучший выстроить отношения с детьми и со всем, то есть это все должно быть, никогда ничего не бывает сразу и много, да, поэтому искусство маленьких шагов, это, наверное, самая важная философия, которую мы должны для себя принимать. Сделай хотя бы, ну, то есть продвинься на сантиметр, вот, и потому что там через год этот сантиметр, он превратится уже в три с половиной метра, тут очень важно именно как раз не забывать об этом, что искусство маленьких шагов, оно во всем приносит большой успех, вот, и, ну, не знаю, может быть, ты еще что-то хочешь пожелать нашим слушателям, какие-то? Я хочу пожелать нашим слушателям шагать, вот, искусство маленьких шагов, да, и у меня в блоге есть как раз молитва, да, Господи, научи меня искусству маленьких шагов, и я экзюперию написала, тоже всем рекомендую ее найти там или где угодно и почитать о чем-то. Это единственное, во что я верю, поэтому шагайте, пожалуйста, шагайте не от себя в сторону каких-то ни было прекрасных внешних ориентиров, а шагайте к себе и через себя уже куда хотите. Найдите этот ориентир и опору внутри себя. И это вот, ну, то, во что я верю, это то, что сейчас как-то очень звучит для меня. Помогайте себе, ищите помощи во вне себя, внутри себя, поддержки, не бросайте себя, не бросайте себя. Спасибо тебе огромное, дорогая, мне очень приятно было с тобой беседовать сегодня. Спасибо, Анна. Я всегда тебя очень рада видеть, слышать, читать. Я очень советую нашим радиослушателям почитать статьи в блоге Виталины govita.ru. Она потрясающий автор, и я с ее творчеством уже, наверное, последние лет восемь знакома, и она меня всегда восхищает, вдохновляет, удивляет, и видишь, я надеюсь, что когда-нибудь ты книгу свою представишь. Я верю в этот театр, что... Я уверена, что ты напишешь книгу, потому что у тебя, безусловно, дар, талант, который надо реализовывать, и такие вещи просто так не случаются с человеком. Спасибо всем огромное за то, что вы были с нами. Присоединяйтесь к нам каждый четверг в 11 утра по времени Чикаго в 9 утра по времени Сан-Франциско и в 8 вечера по московскому времени. Мы публикуем свои анонсы в наших группах ВКонтакте, в Фейсбуке и на нашем веб-сайте sungatesradio.com. Еще раз я благодарю Виталину за нашу сегодняшнюю встречу, и в следующий четверг у нас будет очень интересный гость, издатель журнала, издатель одного из журналов из Дальского дома-собеседник, Арина Кобецкая. Спасибо всем большое, до новых встреч, до свидания. До свидания.